доброе утро дорогие друзья доброе утро и мы продолжаем изучать тору сегодня урок будет из машины в жизни постоянно приходят какие-то обстоятельства которые неожиданны так всевышний сделал он нам говорит прямым текстом друзья мои вы пришли в этот мир в гости и вы не знаете ничего что с вами будет как сказал словам эллах в экклезиасте он сказал что дал всевышний этот мир были бам шерни адам дал он в сердца людей значит и он их дал каждому по кусочку мира было я до было и до дома и ела и не знает что будет ему все это факт не знаем и поэтому так утром просыпаешься делаешь себе один план даже бывает что я сегодня проснулся вообще в 4 утра проснулся не мог дальше заснуть я же не планировал просыпаться в 4 утра но проснулся то есть человек не знает даже что с ним будет ночью сегодняшний да ему кажется что вот я ложусь спать надежно какая-то история а потом бах и оказывается что нет хорошо и поэтому мы изучаем тору для того чтобы знать как все работает знать главные главные такие вот аспекты как мир работает то есть тора это модель мира и мы изучаем тору чтобы знать вот что как действовать каждую минуту что делать как делать все ходы штов яков шатади нам напоминает что начался месяц под названием и яр и яр да это месяц такой его символ это бык этого месяца и мы начинаем прямо работу такую работа над собой над качествами и как раз первое в книге сегодняшний отрывок о йом-йом рассказывается такой мой интересный момент что один из зарывающих я сейчас не помню кто это был потому что когда я провожу обычно из дома урок у меня компьютер перед глазами перед глазами текст а сейчас я по памяти должен это сделать поэтому был там один рэбэ и он этот рэбэ он говорил читал он что в это время сейчас хасидим софрим софрим ямим да считаю дни то есть не только хасидим весь еврейский народ считает сейчас 49 дней это заповедь истории сфера то мир считать не этого омера но вот смотрите да все считают уже там три тысячи триста чем-то лет считаем считаем дни начинают второго дня песоха и мы считаем до шавота до дня дарования тора 49 дней но посмотрел на это рэбэ и говорит вот они считают не считают не он говорит как это говорит важно уметь считать как это важно не просто жить а в конце дня делать хижбон нефеш то есть надо считать не только дни надо считать часы своей жизни чтобы себе задать вопрос в конце дня а как я прожил предыдущий день да как я его прожил ведь а день это это мини жизнь день это мини жизнь то есть то что происходит вот днем у каждого из нас это вот если так экстраполировать такое слово да то есть продолжить то получится что что такая жизнь как ты живешь свой день так ты проживаешь свою жизнь и он говорит в конце дня надо спросить себя посчитать все свои часы посмотреть чем ты занимался и сделать так чтобы твой завтрашний день был лучше чем сегодняшний так он сделал из этого вывод и это действительно очень важно потому что потом прошло же после этого три тысячи триста чем-то лет и в последнее десятилетие был такой бизнес-консультант питер друкер его звали питер друкер и он его прям такой главный девиз он следующие он говорит в бизнесе говорит можно улучшить только то что можно посчитать то есть и это такая была гениальная прорывная мысль в менеджменте да что те люди которые занимаются управлением бизнесом они знают что если у тебя не посчитаны параметры какие-то да за которыми ты должен наблюдать ты не управляешь бизнесом то есть должно быть подсчитано подсчитано должно быть если у тебя бизнес ты должен знать вот я сейчас начинаю один проект и мы за как проект небольшой это не там завод какой-то не фабрика не какой-то супер большой проект но но в этом проекте я первым делом сказал сделайте мне дашборд дашборд это ключевые показатели проекта если ты не лишь ключевых показателей проекта то ты ничего не видишь то есть ты не можешь управлять бизнесом аребе это сказал когда лет двести пятьдесят назад он говорит читать надо часы твоего дня вчерашнего часы сядь посчитай посмотри на свою жизнь сквозь сквозь цифры хорошо двигаемся дальше значит вторая книга у нас была называется небеса на земле небеса на земле и в этой книге небеса на земле сейчас может быть ее кстати нам приложат внизу ссылочку и мы сможем тогда прочитать чтобы все могли прочитать о чем там говорилось но там говорилось такая вещь насколько я помню сегодняшнем отрывке говорилось еще раз о том что так о чем говорилось сегодняшнем отрывке я вот с утра смотрел все отлично значит я посмотрел о чем говорит книга небеса на земле и она продолжает эту мысль только чуть с другой стороны она говорит вот представьте человек говорит эта книга человек задумался о своей жизни он задумался о своей жизни и говорит себе ой 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 посчитал он свои часы за день за неделю видит что большую часть времени он проводит просто впустую сидит в телефоне в какие то вообще даже не помнит зачем он в нем сидит и у него прям не улетают вообще ни о чем да вот ни о чем спроси чем ты производителем занимался какой-то вклад в будущее сделал в свое и сколько ты торы выучил сколько ты заповеди сделал сколько ты там ну то есть очень часто человек посмотрит на вот эти вот свои цифры и он расстраивается впадает в депрессию и говорит нам книга небеса на земле он говорит так наоборот же радуйтесь почему радоваться очень просто если человек приходит кончик к врачу и врач ему сообщают и говорит вы знаете у вас плохие анализы у вас плохие анализы вот здесь у вас плохой анализд есть воспаление здесь там у вас этого не хватает сегодня хватает что должен человек делать с одной стороны должен расстроиться Как же так, у меня плохо со здоровьем, это ужасно. С другой стороны, он должен прыгать до потолка от радости. Теперь он знает, что у него не работает, и он может теперь заняться исправлением. Он должен прыгать до потолка от радости. Врач ему поставил, сделал анализ, поставил диагноз и дал лечение. Точно так же он говорит, не расстраивайтесь, если вы обнаружите в себе недостатки. Это отлично. Если вы обнаружили в себе недостатки, значит, как раз вам нужно их исправить. Я вчера проводил эфир в Инстаграме на тему, как принимать решения. То есть выделил пять главных факторов. В принципе, все, что я делаю, я беру из Торы и объясняю это простым языком людям. Поэтому многие пишут, но так все понятно, так ясно. Я говорю, так понятно, потому что это Всевышний же, он дает это знание. Поэтому оно такое понятное и ясное, потому что это знание Творца Мироздания. И там я проводил эфир в Инстаграме. Он сохраненный, можно зайти посмотреть, как принимать решения. Там есть пять факторов. И один парень задал вопрос, говорит, вот я с девушкой живу, там три года живу, и у нас сейчас напряженные отношения, разводиться или оставаться. Я ему говорю, смотри, если напряженные отношения, это как диагноз, да? Это как ты почувствовал, тебе врач сказал, у тебя не в порядке что-то. То есть если ты с девушкой не можешь со своей договориться, значит у тебя что-то, что-то проблем какая-то у тебя, да? В коммуникации, в самомнении, в каком-то, в эгоизме, там еще в чем-то. В чем-то есть проблема. Теперь, если ты сейчас убежишь от этого врача, да? То есть если ты скажешь, не-не-не, у меня нет проблемы. Это как страус, который засовывает голову в песок, и значит все, у меня нет проблемы. Есть проблема. То есть если ты с ней живешь три года, и не можешь с ней наладить отношения, то ты с ней-то, ты можешь скинуть эту проблему сейчас. Но тебе придется искать новую девушку, и ты придешь к ней таким же. И ты надеешься, что эта девушка будет терпеть там твои какие-то проблемы в коммуникации, в характере, в отношении, еще в чем-то. Нет, она не будет терпеть. Поэтому тебе лучше с этой девушкой, которая уже высветила твои проблемы, заняться их исправлением, исправь себя. Твой партнер – это зеркало. Люди поэтому сейчас избегают вступать в близкие отношения, потому что они не хотят напрягаться. Им партнер говорит, вот здесь у тебя проблема. Он говорит, нет, я лучше, я как страус, спрячу голову в песок, у меня нет проблемы. Проблема нет, у тебя проблема. И уходит. Понятно, да, идея? Хорошо. Значит, с этим мы тоже разобрались. То есть если ты первый совет – считать часы, все считать. Второе – это если ты нашел проблему, какая-то проблема высветилась, тогда ты должен начать ее исправлять и радоваться тому, что ты понял, над чем работать. Давид Кост из Сан-Рема, которая нас погодой не балует, да? Вот и кончилось лето. До свидания, Италия. Хорошо, значит, теперь мы переходим к недельной главе. Ну, а Ходорковская, шалом в Израиле. Теперь, значит, смотрите. Вот у нас недельная глава, в ней говорится о священниках, и что священники, если у священника там какие-то есть физические недостатки, он не может служить в храме. То есть он служить в храме не может, этот священник. И там перечитаются его разные физические недостатки. Но кушать труму, да, то, что положено для священников, он может. То есть мы видим здесь такую интересную тоже закономерность. Чем ближе человека Всевышнему, тем на него накладывается больше обязательств. Больше каких-то… Вот чем ближе к святости, тем сложнее. И тут это тоже, это такой удивительный парадокс, как Всевышний сделал Всевышнего, как Всевышний сделал человека, или, может быть, это отражение Всевышнего в человеке. Человек все время стремится расширяться. Вот он стремится расширяться. Вот я сейчас там взялся за один очень большой проект. Прям огромнейший проект такой, большой-большой. Я вот сижу, думаю, и сегодня вот поэтому я проснулся в 4 утра, потому что это ответственность, это забота, это потенциально какая-то возможность, но пока ты ее получишь, эту потенциальную возможность, и получишь ли вообще, не факт. Но что-то заставляет человека хотеть развития и роста. Да, вот эта сила внутри, которая двигает, и ты хочешь развития и роста. Но с каждым твоим развитием и ростом у тебя возникают сопутствующие проблемы. Теперь, если, например, человек начинает тренироваться, у него могут начаться травмы. Чем он выше его спортивный уровень, тем больше у него может начаться каких-то потенциальных проблем. Я видел такую цифру, что 60% людей, которые бегают в марафоны или готовятся к марафонам, у них какие-то травмы. А 40%? А 40% вообще бросают, наверное, тренироваться, не знаю. Теперь, значит, святость, священники, они идут прямо ко Всевышнему, они рядом там, то есть они приносят жертвы, у них там своя какая-то вообще высшая духовность. Они там в воскурении у них есть в храме, они едят какие-то жертвы и так далее. Но что? Но у них накладывается на них очень много ограничений. Например, священники не могут жениться ни на ком, коины не могли жениться ни на ком, кроме девственницы. То есть они не могли жениться на разведенной, на тех, у кого были отношения там внебрачные и так далее. Не все запрещено, даже на разведенной нельзя было жениться. Только на девушке может жениться коин. И здесь есть такая, очень есть интересная здесь такая идея. Вот сейчас есть много людей, которые коины, которые коины, они относятся в синагоге, они выходят, благословляют народ. У них есть какие-то тоже другие есть дополнительные преимущества, но у них есть и ограничения. И вот как-то мне рассказывали такую историю, как-то один был парень, который родился в семье, ему папа сказал, сыно говорит, мы из семьи коинов, мы коины, сказал ему папа. Значит, дедушка наш был коин, дедушка дедушки был коин, все наши предки были коины, у нас даже фамилия коин. И все, значит, ну, сын говорит, ну, папа, отлично, но уже ни сын, ни папа не соблюдали шаббат, не соблюдали заповеди. Сын говорит, ну, ладно, пускай будет. Вот есть певец Леонард Коин, и я буду тоже такой же, как Леонард, Леня Коин меня зовут, да. И, значит, потом этот парень, его не звали Леня Коин, это его, он был коин. Он, значит, познакомился с девушкой, познакомился он с еврейской девушкой, прекрасная еврейская девушка. И они, значит, эта еврейская девушка, она, а может, это, кстати, вот тут я не уверен, может, это была даже не еврейская девушка, Которая потом, она заинтересовалась иудаизмом Она ему сказала, ты же еврей, давай вместе будем что-то соблюдать В общем, в итоге она была или еврейская девушка, но которая до этого была замужем Или она была нееврейская девушка, которая стала еврейской девушкой, которая прошла Ди-Юр Но в любом случае, когда она его, и она, и он начали соблюдать заповеди Когда они начали учить Тору И пришли они к Равину И Равинам говорит, надо ставить хупу Потом Равин начинает проверять документы А он ему говорит, слушай, говорит, ты знаешь, у меня для тебя неприятная новость Две новости даже, и обе неприятные Тот говорит, коти Он говорит, первая новость неприятная, что без хупы вы жить не можете По Торе нельзя жить без хупы Вам надо поставить хупу обязательно, нужно осветить свой брак Чистота семейных отношений А вторая новость неприятная Что вы не можете поставить хупу Потому что ты коин А она девушка, которая по Торе Непригодна для коина Он говорит в смысле И она говорит в смысле Он говорит такие законы Торы Что я могу сказать Вы хотели, пока вы не соблюдали Тору, вам было все равно Но если вы сейчас начали соблюдать заповеди Так я ничего не могу поменять в Торе Значит вот закон в Торе Священник может жениться только на девушке На девушке, которая Первый для нее мужчина Значит Представьте ситуацию Не дай бог, если бы вы попали в такой ситуации Что бы вы сделали С одной стороны ты искренне веришь в Тору И ты понимаешь, что все заповеди надо соблюдать А это прямым текстом в Торе написано С другой стороны Вот у них вот такая дилемма Представляете Но что Вот тут как раз мы изучаем Как правильная модель поведения Какая в этом случае правильная модель поведения Они пошли спросить еще у одного Равина И попросили этого Равина Еще спросить у другого Равина Который их был Равин В общем Они начали выяснять Что же можно все-таки сделать Может быть есть Какой-то способ по Торе Который Который какая-то есть Может быть Возможность Чтобы жить по Торе Но при этом жениться Они очень хотели пожениться Они нет Они-то Они-то жениться на Типр Нет Они оба религиозные евреи Они не могут ехать жениться на Типр Это для них не брак Они верят, что брак Это хупа Это обряд В котором мужчина говорит ей Вот это ты посвящаешься мне По закону Моше и Израиля И только в этом случае Они соединяются в одно целое А он не может То, что у них будут росписи разные Это ни о чем вообще То есть они хотели реально пожениться Но им нельзя И вот дошел этот вопрос До великого раввина Который жил в Америке Рав Моши Фанштейн Про Рава Моши Фанштейна Говорят, что Есть вот этот Шулхана Рух Что он его прошел Что он его прошел 400 раз 400 раз Он знал там каждый нюанс закона Каждую малейшую-малейшую деталь закона И когда они пришли к нему Дошел этот вопрос до него Он говорит Он может на ней жениться Все ему говорят Как? На каком основании Коэн не может жениться На разведенной На принявшей иудаизм Ну, в общем, на всех Кроме девушки Как он может на ней жениться? А Рав Моши Фанштейн говорит Откуда мы знаем, что он Коэн? Говорят, ну ему папа сказал Что он Коэн А папа откуда знает? Говорит, папа Ну, папа Откуда мы знаем Откуда папа знает? Мы папу этого не видели никогда То есть фамилия Коэн Папа говорит, что он Коэн И папа говорит, что он тоже женился на девушке А если папа женился не на девушке То что? То тогда дети уже не Коэны И что тогда говорит Рав Моши Фанштейн? Говорит, а папа этот ваш Он шаббат соблюдает? Говорят, нет, шаббат не соблюдает Он говорит, а если он шаббат не соблюдает? Значит, для него закон не закон, то есть для него все, что Бог сказал, это не важно. Ну, получается так, шаббат не соблюдает, значит, не важно. Он говорит, в еврейском суде мы не принимаем свидетельства человека, который отрицает законы Всевышнего. По закону его свидетельство не является достаточным свидетельством. Теперь, если мы хотим ему верить, да, то мы можем верить. И тогда это будет уже взятое на себя устрожение, но это уже твой выбор. То есть ты можешь верить, можешь не верить. По закону ты можешь ему не верить. И этот говорит, ты знаешь, говорит, если по закону можно ему не верить, я ему не верю, говорит сын. Я не верю, что я кое-то. Мало ли, действительно, мы по свидетельству его должны верить, что мама была девственницей, может, не была девственницей. Может быть, в том поколении до этого было, то есть они уже несколько поколений были нерелигиозные, эта семья. И из-за того, что он был коин неподтвержденный, то Равмошев Эйнштейн дал разрешение поставить им хупу, и они поженились. Вот такая вот история, которую я слышал, представляете? Вот, поэтому в святости есть свои плюсы и свои минусы. Высокая святость, она дает тебе невероятная близость ко Всевышнему, но вместе с ней она накладывает на тебя огромные обязательства и ограничения. Поэтому мы сейчас учим законы, которые, в принципе, они для священников, и они нас по большому счету не сильно касаются. Но мы из них видим, насколько святость это нечто, которое ты его получаешь. Ты получаешь огромные плюсы, но за это есть цена. За все хорошее надо платить. И заблизость ко Всевышнему, это тоже цена ограничения, работа, стремление, когда ты считаешь все свои дни, все свои часы и ставишь в ограничение свою животную сущность. Все, и чтобы, когда мы поставим в ограничение свою животную сущность, чтобы заслуга этого Всевышний нам дал здоровье, благополучие. Как написано в Пертьевод, в третьей главе сказал Рабби Нихуня Бен Акана. Сказал он так. Тот, кто принимает на себя ярмо торы, с того Бог снимает заботу о пропитании и бремя властей. Чтобы Всевышний нас снял все заботы о пропитании, бремя властей, чтобы здоровье было сильное, крепкое, и чтобы мы, сняв с себя все эти заботы, свободное время потратили не на просмотр сериалов, а на служение Всевышнему, на добрые дела, на тору и на молитву. Все, всем удачи, успехов, чтобы был мир, чтобы Всевышний дал нам мирное небо, здоровье, благополучие и сильную-сильную веру в Бога, которая дает все остальное. Все, счастливо, хорошего дня.